Сабинелла Аязбаева прошла через все ужасы войны в Сирии, где прожила долгих четыре года. Уехав туда вместе с мужем и детьми, домой вернулась уже без супруга. Он попал под авиаудар и погиб. Авдовевшая мать пятерых детей, вернувшись на родину, благодаря специальной гуманитарной операции ЖУСАН, активно призывает граждан не поддаваться пропаганде членов деструктивных религиозных течений. Ее яркое выступление в Европарламенте в 2019 году запомнилось каждому. Я участвовала в разных мероприятиях по поводу стоп-терроризм. Показали то, как мы прожили свою жизнь уехавших отсюда. Все, конечно, разочаровались, не получили то, что хотели. И хочу сказать, что мы не террористы, мы такие же люди, как и все остальные. Если человек начинает полностью уходить с головой, даже не брав знания там, где нужно брать, исследовать, слепо следовать тому, что ему говорят, и даже не проверить это, да, найти там хадисы, допустим, да, основу в Коране, у нас все сказано в Коране, да, как мы должны жить, что мы должны делать. Это все в Коране описано, и псевдо-саляфизм, да. Это есть такие люди, которые слепо следуют, запрещают все подряд на своем пути. Все для них харам. Харам телевизор смотреть, ходить к родственникам, родственников посещать, даже есть такое, да. Хотя мы не должны прерывать отношения с родственниками. Мама, отец, мы всегда должны быть как бы в общении, и это запрещено в исламе. Поэтому я говорю то, что они просто слепо следуют все. Они не верующие, мы не должны с ними общаться, такого не должно быть. Ну, у нас, вернувшись из Сирии, уже почти никто не обзывает, уже все свыклись, уже все нормально смотрят на это. Наоборот, дают какую-то свою поддержку, понимают тебя, протягивают тебе руку помощи. И я считаю, что казахи теплый народ, и они так не делают дальше, да, что там будут обзывать тебя, унижать тебя. Это неправильно будет, конечно же. Каждый человек ошибается в жизни, и никто не застрахован. Женщины, конечно, не отойдут, если их будут вот так вот тыкать пальцем. Им надо руку помощи протянуть. Опять уехать, конечно, ты опять на такое не поступишь через то, что ты прошел. Еще раз опять увидеть такое, ты, конечно, не сделаешь это. Любой здравый человек, наверное, подумав, не сделает это, потому что он видел их своими глазами. Ему уже это никто не сказал. Ему просто уже он своими глазами все увидел, он не делает. Ну, у меня все на сто процентов изменилось. До этого, да, я все смотрела через призму, да, ну, как бы все так вот было. Совсем другой взгляд на жизнь был. А сейчас я хочу жить, я хочу поставить детей своих на ноги, да, дать им воспитание, хорошее воспитание, которое должна дать мать. И дать им обучить их, чтобы они были грамотными, чтоб не ошибались так же, как я. Я добиваюсь того, что я выхожу на работу, работаю уже не замкнутая, не сижу в четырех стенах, да, как я сидела раньше. Работаю, двигаюсь, как бы стараюсь заработать все, что утратила, да, до этого. И наверстаю упущенные моменты, которые у нас прошли в жизни. Жителям я скажу большое спасибо, потому что это наш народ. Да, конечно, любой будет опасаться там за своего ребенка, скажет, ой, с моим ребенком такой-то учится, такой-то учится, да. Нет, мы же все же пытаемся выкарабкаться с этого, то, что было, поэтому жителям я хочу сказать только дать поддержку тем, кто оказался на таком месте и все.